Доброго времени. Давайте сейчас с вами посмотрим такой расклад. Сплетни о вас. Свежие сплетни о вас. Давайте посмотрим. Свежие сплетни о вас. Кто думает и почему. Загадываем только себя. Больше никого не надо загадывать. Расклад будет общим. Но за более личной консультацией вы можете обратиться ко мне на WhatsApp. Люди, которые должны выйти на картах, они выйдут. Будем смотреть на один вариант. И опять же повторяю, что расклад общий и все же отыгрываться обязан не со всеми. Я думаю нормальные, неглупые люди понимают. Все, поехали. Субтитры делал DimaTorzok Здесь однозначно вас обсуждают люди, которые ушли от вас. Ушли от вас, по каким-то причинам перестали с вами общаться. Или же вы перестали с ними общаться. Люди, которые немножко вас опасаются. То есть здесь люди, с которыми вы сейчас на данный момент не общаетесь. То есть на данный момент общения нет. Да, тут не только обсуждают. За вами, конечно, следят. Конечно, за вами прослеживают. Это мое любимое слово. И хотят как-то вас отзеркалить. Ну как это в плане отзеркалить? То есть как-то понять, что-то выпытать, что-то попытаться узнать. То есть здесь идет такая информация о том, что люди, которые перестали с вами общаться, да, улетели как птички. То есть они на самом деле еще интересуются вашей жизнью. И не могут без этого. Здесь люди, которые пытаются узнать вашу реакцию, пытаются узнать вашу жизнь, пытаются что-то как-то вот выпытать. И не один человек явно. Они между собой общаются. То есть пытаются узнавать какие-то ваши тайны. И пытаются узнавать, чем вы живете, как вы живете. То есть вот перестали общаться, но интерес у них остался. То есть здесь эти люди могут вас как-то опасаться. Ну вот именно, да, люди, которые, как сказать, они ушли физически из вашей жизни. Общения нету, да, морального. Но ментальная связь осталась. Вот такие люди вас обсуждают и не дают вам покоя. Потому что энергетически вы их чувствуете. Сильное притяжение, сильная зависть. И как бы они ни старались, я сейчас скажу, что говорят. То есть здесь идет такая информация о том, что вот как бы со всех сторон на нее не нападали, как бы на нее не кидали камни, как бы она в яме ни была, но все равно выйдет. Агрессия. Больше обсуждают с агрессией. Обсуждают с таким, знаете, вот страхом даже, потому что выползла из, блядь, зеркала чудище. То есть здесь люди делятся на две категории. Кто-то говорит о том, что вот она не такая, как мы думали. То есть она намного страшнее. Пытаются душевно вас выставить дьяволом на самом деле. То есть тут какой-то страх. То есть люди обсуждают вас, которые вам нагадили, простите, напиздели. Ну прямо по-русски говорят, да. И они вот как-то стараются вот сейчас все равно не то, чтобы замять это дело, но как-то гадить, но не в открытую. То есть вас обсуждают и боятся. Люди, которые вам нагадили, вас обсуждают. И обсуждают, что вы страшный человек, что вы нехороший человек. То есть то, что вы не остановитесь перед своими мечтами, не остановитесь перед своими целями, будете идти вперед, будете добиваться. Ну никак вас вот не сломать, никак вас не уничтожить. То есть с какой-то опаской, с ненавистью, с завистью, потому что это зависть. Могут нечестно говорить за вас, то есть вводить в заблуждение других людей нечестной о вас информацией, пытаться как-то закрыть людей, сказать им какой-то, знаете, какой-то бред, закрыть людей, сказать им бред, закрыть им глаза на вас. То есть какую-то пелену на людей накинуть, да, то есть насчёт вас. То есть здесь вот, знаете, кому-то не помешает ритуал такой, да, который закроет сплетником рты, прям реально рты, потому что здесь могут репутацию вашу гадить. Да, действительно, могут гадить репутацию, могут что-то наговаривать, то, что ваша репутация будет, как сказать, ну, вредить, портят они вам репутацию. Люди обсуждают вас, вот говорят, что вы такая вот плохая, говорят, что вы такая нехорошая. И у них, конечно, гнев, они, конечно, злятся, то есть, да, физически, наверное, бы тоже они нанесли вам урон, но вот как-то не получается у них. Вот кому-то портят репутацию, я же говорю, что кому-то может пригодиться такой ритуал, закрыть рты врагам сплетником, потому что есть сильная клевета, однозначно зависть, сильная клевета. На кого-то могут магически бить этого человека, да? Прямо действительно магически бить человека. Какие-то магические атаки, магические войны могут идти, да? Хорошо. Обсуждают и личную вашу жизнь могут обсуждать. Тут, кстати, вот бывшие, больше знаете, как ещё тут бывший ваш вышел, который не обсуждает, а больше как тоскует, вспоминает ваши встречи, вспоминает, как вы были вместе, вспоминает, как у вас всё происходило. То есть бывший, который видит в вас себя, который думает о вас постоянно, который постоянно о вас вспоминает, ну не забывает. А когда, знаете, чуть-чуть воспоминания-то уходят, он хочет вас вспомнить. Здесь бывший вас обсуждает. И он, вот знаете, как вот чувства ещё есть, но вы разошлись из любовного треугольника, потому что он вас предал, потому что он выбрал другую женщину. Ну а что именно, что ты говоришь? Ну тут больше как не говорит, а знаете, как своего рода больше этот человек вспоминает вас. Семья, для него вы ещё есть семья. Вот как бы вы там его не ругали, да, он понимает, что он уже как бы разбил зеркало, так сказать, вашей любви. И как бы вы его не ругали, как бы вы, ну вот как бы вы его ненавидели сейчас, для него вы всё равно, как вот это чистое зеркало. Знаете, есть зеркало заляпанное, а есть зеркало, которое уже протёрли, оно вот дворец зеркал, да, вот вы для него такая вот. Ну, вот так вот он думает больше о вас. Тут бывший, который вспоминает о вас, думает, и он может сейчас быть несвободен, он может быть с той женщиной, к которой он ушёл. Говорят о вашей силе, то есть, да, энергетически сильный человек, энергетически можете идти вперёд, энергетически добивайтесь своего, вот, даже, возможно, не энергетически, да, морально, физически, то есть, ну, сильный человек. Но тут ещё идёт больше наблюдения, тут ещё идёт больше наблюдения. Здесь может быть ещё такое, вот смотрите, аккуратно, это сейчас не для всех, но из 100%, ну, 15-20 информация для 15-20%-людей будет ваше. Могут вас магией бить, порчу делать на вас. Смотрите, присмотритесь к детям, потому что на детей могут делать оморочки, бесов, сущий подцеплять, как бы перебрасывать им, вот. Вот, поэтому аккуратно, поэтому будьте аккуратны, здесь могут что-то такое делать и проверять потом эту работу, наблюдать. То есть, это сейчас, конечно, не для всех, но вот могут делать, нанимать, наблюдать, а потом, знаете, вот, как сказать, наблюдать, разговаривать, сработала она или не сработала. Многие говорят, возможно, она кажется такой сильной просто, да, но не показывает, допустим, какие-то свои слабости. Вот есть какой-то человек, да, который хочет узнать ваши тайные места, ваши слабые места. Обсуждают, знаете, вас как, так вот сидят группа лиц, видите, мне не показывают точного человека, но группа лиц сидят и говорят о том, какие у неё есть слабые места, какие места её можно слабые узнать, может быть, какие увидеть слабые места, какие понять слабые места. Скорее всего, люди, которые относятся к вам негативно. Вот такие вот люди, да, они вас обсуждают, то есть говорят, что вы эмоциональны, что, возможно, да, какие-то эмоции берут вверх. Но есть человек, да, вот смотрите, рассказываю, есть человек, который вас вспоминает, и он плачет. Очень много слёз, чашу слёз я вижу у него. И он плачет, потому что вы закрылись, вы отвернулись. Вот такой вот ещё. Это, скорее всего, любовные какие-то моменты, любовные дела, любовные сердечные дела. Говорят о том, что вы хитрите, то, что вы совершаете какую-то хитрость, то, что вы не рассказываете полностью всё за себя. Ну, в принципе, о какой нормальный человек, да, блядь, будет рассказывать всё за себя, в принципе, да, ну, только балабол, я думаю. Говорят о том, что вы отвернутая, да, как вот эта дама, которая сидит перед зеркалом. И ваше точное изображение не понять. Вот знаете, женщины-то, мальчики, не знаю, кто меня смотрит. Здесь больше идёт наблюдение, наблюдение за вами через соцсети. Сейчас буду рассказывать. Вот смотрите. Есть такой человек, мужчина, он говорит людям про свои чувства, и он постоянно наблюдает за вами в интернете. То есть это ваш бывший, опять идёт. Он наблюдает за вами в интернете, и он наблюдает за вами время посещения и говорит об этом, что своим друзьям посмотрите, я дам её номер вам, а вы посмотрите, во сколько она заходила, во сколько она была, то есть в сети, во сколько она заходила-выходила. То есть тут такой человек, опять с проверочками, то есть какой-то бывший хочет вас проверить. Ещё какая-то мадам тут сидит, она печалится, но она в себе держит. Она не рассказывает ничего. Сейчас я посмотрю, кто ты. Вот она, вот она. Она находится, знаете, в таких энергиях, грусти и печали, и ждёт, чтобы её кто-то оттуда вытащил. И вы видите, зеркало закрыто полотенцем, то есть она говорит о том, что вы закрыты от неё, то, что вы не открываетесь. Примерно где-то, чтобы вы понимали, волосы тёмные, вот какие-то, вот может быть какой-то медальон золотой, или же что-то в виде знака зодиака висеть на шее. То есть она говорит, что вы закрыты, то, что вы... Что ещё говоришь? То, что вы закрыты, то есть то, что вы какая-то неординарная, что ли. И я вижу наблюдение тоже с этой женщины. От этой женщины, да, тут больше, знаете, девочки, как идёт наблюдение, а не разговоры. И наблюдение, и разговоры. Но разговоры идут больше, чем наблюдение. Также у нас выходит император, вот здесь, да, мужчина, который обсуждает вас. Который вас обсуждает, но он не показывается, то есть на ваши глаза. У него... Ну, он не показывается, он на расстоянии находится, не обязательно физическом. Вот. Также кто-то может вот говорить за вас. Я вижу людей, которые говорят о том, что вы мните о себе этого императора. О том, что вот вы такая вот с тяжёлым характером, то есть о том, что вы одолелись от людей. То есть и вот кто-то не может к вам подобраться. Кто-то не может к вам подобраться. Идут такие разговоры о том, что нужно к вам кого-то подослать. То, что вы сидите в отшельниках, вы сидите в своём лесу. И смотрите, здесь я вижу человека, но опять же лицо его скрыто. Который будет к вам заслан, который будет к вам послан. Но говорят, что нужно к вам кого-то послать. То есть какие-то люди готовы к вам кого-то послать на разведку, чтобы там что-то выпытали, чтобы там что-то узнали за вас, потому что за вас ничего не ясно, вы ушли в себя. То есть тут очень много людей, которые за вами наблюдают в интернете. Не обязательно, что эти люди, допустим, вас знают. Вот как у меня, допустим, мой номер знают, ну все, потому что, да, я публично занимаюсь со своим ремеслом, понятно, что меня многие знают. Там у меня образно 10-20 контактов, грубо говоря, да, но я же не знаю, кто, допустим, записал мой номер. Вот я статусы, допустим, выкладываю, кто-то смотрит, но я их не вижу. Вот, грубо говоря, у вас так, потому что здесь идёт наблюдение, особенно в вечернее время идёт наблюдение. Кто-то из вас хранит путы, узы, хотела сказать, путы покойника. То есть вот эти путы покойника надо выбрасывать, то есть оно, энергия у вас такая тяжёлая. Вот ещё какой-то мужчина, да, это тоже тот мужчина, который вас знает, но вы с этим мужчиной не были в любовных отношениях. То есть он расспрашивает, что вы любите, то есть какие у вас стороны, там хорошие, нехорошие. Хочет пригласить вас, вот, да, на чай. Вот такой мужчина идёт, который узнаёт за вас, у какого-то ещё мужчины. То есть здесь мужчина узнаёт у какого-то вашего мужчины, знакомого, что вы любите. Разговоры идут какие-то для того, чтобы какое-то впечатление на вас произвести. Ну вот, то есть произвести впечатление на вас. Говорят, что вы ресурсная, то, что как бы есть деньги, что живёте во благе. Но всем интересно, откуда у вас эти деньги идут, откуда у вас эти деньги сыпятся. То есть здесь что-то связано с деньгами, вот, и люди упорно их обсуждают. Ваши деньги, то есть откуда вы берёте эти деньги. И видите, какая карта у нас такая вышла. То есть здесь могут говорить о том, что вы наносите какой-то урон магическими, деструктивными работами. То есть здесь могут говорить о том, что вы прибегаете к магии. Либо же люди, которые сами на вас воздействуют магией, чтобы закрыть свою шкуру, перекидывают на вас свои дела. То есть якобы, да, чтобы людям закрыть глаза. Могут говорить, что вы относитесь к магии, занимаетесь магией. И вот как-то вот эти проклятия насылаете на людей. Действительно так и говорят. То есть есть определённая шайка-лейка людей, которые так и говорят, что вы прям насылаете. Смотрите, далее. Это сейчас относится к мужчине, а не к женщине. Больше энергия мужская. Либо же мужчина из семьи вашей. Смотрите. Фотку вашего мужа пошли и закопали на могиле. Я вижу крест. На кресте белая лента. Взяли фото вашего мужа и закопали на могиле, где похоронен мужчина или военный, или у него какие-то ордена на памятнике. Рядом стоит розовая, прям розовая или ваза, или пластмассовая, или стеклянная, не знаю. Кладбище находится в вашем селе. Кто-то живёт недалеко от кладбища. Фотку вашего мужа пошли и закопали сюда. То есть вот место, которое я рассказываю, точнее на место. То есть у кого-то на мужа сделали то, что он болеет. Ну да. То есть тут ещё воруют ваше здоровье и красоту. Идут крадники. Ну смотрите, не все обсуждают вас плохо. Кто-то считает, что вы можете прояснить ситуацию, что вы хороший собеседник. Многие, ну не многие, может я преувеличиваю, ну 30% за вас радуются. Есть люди, которые вас видят где-то. Вы идёте, они вас видят. То есть не обязательно там с ними встречаться и планировать встречу. Они просто идут и вас видят. Вот просто вас видят. И рассказывают потом это вашим знакомым. То, что мы видели там Настю, Катю, Машу, там не знаю, да, грубо говоря. Вот она шла, и мы её видели. То есть вот как-то передают, как вы одеты. Вот кто-то, с которыми у вас происходит внезапная встреча. Но не обязательно, что вы их видите. Вы можете где-то проходить, и они вас увидят. Да, у нас же бывает у всех такое. Ну, такое происходит ещё. Кто-то решил, что он плетёт ниточки вашей жизни. Какой-то человек... Это очень интересная информация. Смотрите, какой-то человек больной, ёбнутый. Непонятный. То есть тут ты как женщина и мужчина. Вот знаете, как думает? Если она со мной померится, будет жить. Не померится, жить не будет. Сейчас будем смотреть. У этого человека прям болит голова, что вы не общаетесь. Но он тоже вас как обсуждает. Вы знаете, какой-то человек, который желает вам и зла, и добра. Такое бывает, но в основном у людей, которые психически ёбнутые. Вот я же говорю, голова болит. Сразу карту достала, да? Даже не видя этой карты. Болит голова. Этому человеку что-то умершие за вас, его говорили умершие. И он то желает вам... То желает вам хорошего, то желает вам плохого, то хуёвого. Его не понять. То есть его не понять. Мы всё-таки видим двойку мечей, да? Икону Николая Чудотворца. Я вижу это как веретничество. Мне идёт почему-то. То есть кто-то вас может пробивать через церковную магию. Ну, конечно, вот иконы, иконы у нас пошли. Кто-то вас может пробивать через церковную магию. Какая-то женщина обсуждает вас. Она работает в магазине, либо у неё магазин одежды. У кого-то, может быть, это ателье, да? И она обсуждает вас разре... Как... Ай, блядь. А у меня аж... Я ему не могу бы говорить это слово. Разъерённо. Вот. И обсуждает как-то вас. Какой-то пожар. Она жалуется какому-то мужчине. Она жалуется какому-то, я не знаю, вот мужику за вас. То есть это может быть ваша или подруга, или там, не знаю. И вот она жалуется, что вы как-то резки с ней, или же как-то резки обошлись. То есть... А вот мы видим пожар, да? Который идёт в зеркале. Отображается. Это может быть и гнев, а может быть предупреждение о том, что там случится у неё в магазине. Пожар будет. Пожар, да? Почему-то такие странные вещи идут. Разговоры за вас. Я же говорю, хотят вас как-то очернить. То, что там вы многих свели в могилу. Вы там многих отправили в могилу. То есть то, что вы там чуть ли... Ну, то есть оскверняют вас. Вот вы не ведьма, вы не ведьма. У вас способностей нет. Но пытаются как-то отводить от вас мужиков, отводить от вас родных, открестить там от вас детей, грубо говоря, их отвернуть. Да, неправильно выразилось. Поэтому здесь вот... Они пытаются взять и показать вас людям на самом деле такой, какой вы не являетесь. Оно, конечно, всё зависит от людей. Вот если я не ведусь на чужое мнение, обо мне тоже плохие отзывы. Да, там людей, которых я не хотела принимать бесплатно. Мы все должны понимать, где правда, а где ложь. Но в основном простые люди понять это не могут. Это мы практики видим. Я вижу, что ещё есть такая информация. Бывший, который от вас ушёл к другой бабе, ушёл и бросил вас. Вы очень тяжело переживали эту измену. Он ушёл. И знаете, очень некрасивое поведение. Я вижу, что бывший вас обсуждает этой бабе. Вот какая вы конченая, там, вплоть до постели, там, какая вы свинота, грязнушка на самом деле, да? Вот. Но это не так, но он пытается вас очернить, дабы её потешить. Ну, вот такой мужик. С вот такими, да, мы вы водились. С такими вы водились людьми. С вами хочет связаться ваша умершая мама. Но я не буду это здесь говорить. И... Ой, конечно, не смешно, но отец и мать у кого-то умерли в один день. Либо у кого-то есть семейная могила. Хотят с вами связаться. Но я не буду здесь говорить об этом. Это уже на личных раскладах. Ещё могут говорить, что вы эмоциональная. Могут говорить о том, что вы не знаете, что делать, как быть. Не всегда идёте той дорогой, не всегда принимаете правильное решение. Ещё кто-то хочет поживиться за вас, за ваш счёт. Вот, а? А то спинтакли, они думают, у вас денег много. То есть, почему мы там живём на гроши, а она живёт там не на гроши, да? Грубо говоря, будем так, да, говорить. Ну, смотрите, я хочу так сказать, что здесь даже ваши фотки смотрят и энергетически их пытаются пробивать. Воровство ресурсов идёт. Воровство ресурсов. Просмотры воровства ресурсов. Смотрите, вот реально, кому-то нужна защита, потому что вы чувствуете апатию, какую-то боль. То есть идёт пробивка ваших ресурсов. На ком-то есть кладбищенская магия, на ком-то не кладбищенская. То есть не обязательно, что этот расклад сейчас под всех. Вы можете взять какие-то определённые факты, которые я сказала про вас, допустим, которые совпадают. Я сейчас, конечно, может быть, скажу не очень добрые слова за вашу маму, но всё же я скажу. Ваша мама, вот не у всех, конечно, медуза Гаргона, которая желает вам смерти из-за того, что вы обидели её сыночка. То есть у кого-то вы нелюбимая дочка, а любимый сыночек есть. И вот их бы, блядь, ваша бы смерть потешила бы её, дабы только сын жил. Вот такое вот действительно есть. Вот я смотрю, что она как-то вас постоянно принижает и обсуждает вас ваша мать. Мать. Ваша мать. Но обсуждают ваши деньги ещё, да, говорят о ваших деньгах. У многих есть фотки ваши. У многих. Я реально говорю, блядь, у многих. Это не есть хорошо, потому что я, как ведьма, знаю, что такое фотография в руках у недоброжелателя. Можно убить. Вот, допустим, если у меня фотка недоброжелателя в руки попадается, я мечу. Я опасна. Поэтому, ну, в принципе, мы и без фоток можем, но фотка — это образ, это жизнь, это энергия, это передача энергии. Ну, обсуждают вот какие-то бабки, вас, торгашки, ебашки, вас, торгашки обсуждают, какие-то бабы. У меня уже вторая карта вот идёт с изображением того, что есть женщина, которая продаёт. Она вас обсуждает. Ох, блядь. А тут не только вас обсуждают, тут какой-то человек молится. О чём? В его мольбах просьба о вас. Кто ты? Он отвернутый, я не вижу. Сейчас я посмотрю. В его мольбах просьба о вас. Сейчас я посмотрю. Кто ты, человек? Шторкой прикрытый. Прям вот, это уже серьёзно. Знаете, можно же просить смерти, а можно исцеление, а можно радости, любви, прощения. Да. Что ты просишь в этих молитвах, скажи мне? Сейчас, минуту. что ты просишь в этих молитвах? Очень странно, но этот человек просит смягчить ваше сердце. Он просит просит вот знаете, как украшение злых сердец. он, во-первых, просит, это мужчина, он, во-первых, просит, чтобы вы поняли какую-то истину в мольбах, и чтобы между вами решилось, и всё по правосудию. Да, он просит ангелов. Даже, может быть, двое мужчин. Или же он молится за вас и за вашего ребёнка. Тут ещё и женщина молится. А нет, нет, это вы для него такая женщина. Нет. 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 Ну, кого-то может и родственница. Ваши фотки есть у многих людей, это опасно. Ещё раз повторяю, для особо непонятливых, да. Многим людям здесь нужна защита, потому что, вот знаете, есть такие долбоёбки, можно, извините, я опять матерюсь, вот есть такие долбоёбки, которые выёбуются своими детьми. А хули ими выёбываются? У всех есть дети, да. Или же выёбываются своими там кубками там, да, мужьями, херами, неважно. Вот есть тёмные ведьмы. Вот есть как я, а есть не как я. И не значит, что я одна такая тёмная ведьма могучая. Есть другие могучие, но есть более жестокие, беспощадные. Поймите, я знаю таких, и я с ними сидела за одним столом. К чему я веду? К тому, что я была свидетелем того, что эти ведьмы принимали фотографии и на смерть детей, на смерть других людей. То есть к чему я говорю? Вот завистницы берут фотки и к ведьмам пиздуют. А есть ведьмы хуже меня, старше меня. Дело не в том, что они опытнее. Ведьма злее становится. Может и я такой буду, я не знаю, но они берут заказ и делают это. Был такой случай один, когда одна манда выпендривалась, да, не будем материться, скажем слово, выпендривалась, да, помягче, и задирала двоих девок. То есть посмотрите, блядь, я с ребенком, блядь, я то купила, я это купила. Хотя это были повседневные просто вещи, которые могли делать все люди в принципе, да, которые работают. Ладно бы, если бы яхту купила или какой-нибудь роукрузер, там, я не знаю, это уже вопрос, да, но такие повседневные вещи, но не суть в том. И вот она затрахала двоих баб, вот реально, девочки, просто достала. И дело не из-за зависти, дело из-за своего достоинства, да, почему какая-то манда будет понтоваться и там задирать каких-то людей. Они пошли к моим знакомым темным ведьмам и заказали. Одна болеет, другой уже нет. Я говорю, любая эмоция, любое слово, любое действие должно быть контролируемо. Либо вы можете это говорить, вы видите, что я тоже говорю на ютубе, да, то, что я думаю, но я уверена в себе, я знаю, кто я такая. Вот, а есть такие, которые вот просто обычные людишки без каких-то магических способностей, они решили, что они могут без справедливости трогать людей, да, обзывать. Вот. Был такой случай, еще один я расскажу. Две были женщины, работали продавцами в магазине. Они работали не на своих точках, а работали на дядю. И они продавали просто детскую обувь и одежду. Одна выскочила замуж, родила сына, другая родила дочку сама, без мужа. Муж ее оставил. Та, которая родила сына и выскочила замуж, вышла там, ну, за богатого мужика, который возил ее везде, одевал, катался, там с ней шубы, не шубы, все. и вот прошло время, да, и та вот эта подружка, которая выскочила замуж, начала задевать свою подружку, с которой она работала, что она родила дочку, без мужа, а та такая вся блатная и гуляет, и деньги есть, жили они на большие деньги, там было очень много денег. Вот. В итоге она устала. Она приходит ко мне, Алина, и показывает всю переписку, где та ее оскорбляет, унижает, и я говорю, да, Алина, я возьму заказ. Я взяла. Никто не делал ей на смерть, я ее разорила. Она бомж. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть не надо никогда трогать людей. Мы все люди. Кто как живет и кто с кем спит, это уже дело каждого человека. Я никогда не трогаю, не обзываю, не оскорбляю слабых людей или людей, которые зарабатывают какие-то там гроши, грубо говоря. Ну, вот так они умеют. Ну, к сожалению или к счастью, я не знаю. Я единственное, что говорю, что не надо меня беспокоить, когда нет денег. Потому что мое время, ну, как бы я не хочу тратить бесплатно, да. Мы уже проговаривали, что такое бесплатно. А так люди, каждый человек работает как может. Кто-то на 400 тысяч, кто-то на 40. Да? Всего лишь один нолик. Ну, не важно. 40 тысяч или 400 все равно умрет и тот, и тот, в принципе, да. Конец один. Поэтому я говорю, что люди, они, как сказать, забыли о смерти. Что такое смерть? А что такое смерть, я расскажу вам потом, в другом видео. Вот. Поэтому надо уважать. И когда люди, многие говорят мне, а темные ведьмы вот делают плохо, в основном мы принимаем заказы не от людей плохих, а за людей плохих, которые заебали тех клиентов, которые к нам пришли. Понимаете? Заебали. издевались там над ними, над ихними детьми или же сами делали порчу. Мы даем им откат. Валентина, там еще я хотелось бы, хотела вам сказать, я все сделала работу, но у меня, знаете, как получилось? Я потеряла там ваш номер, некоторые переписки удалились, так что я все сделала, Валентина. У меня ребенок взял, наклацал что-то ватсапе, и я удалила ватсап, дальше закачала, его, но резервные копии у меня не восстановились, так что некоторые номера у меня остались, но это не значит, что я там не на связи, я на связи, можете писать, звонить, без проблем. И там вот еще вы заказывали, Ален, я тоже все сделала, ну вот наклацал мне ребенок ватсапе, и я вот некоторые переписки из 100% 90, вот, они у меня стерлись, но это не беда абсолютно, да, не трагедия, поэтому номера все равно мои, а он у меня один номер, они остались, точнее номер остался, поэтому я всем желаю добра, всем желаю всего хорошего, благополучия, не болейте, кому нужна моя личная помощь, вы можете обратиться ко мне на ватсап, вы знаете, да, что номер ватсапа я указываю под видео, вот, и я очень рада еще, что многие меня поняли, что я работаю только после диагностики, то есть любой заказ, там, приворота, порчи, или же там еще, там, чистки, грубо говоря, или еще чего-то, да, это все у меня только после диагностики, потому что, ну, я должна видеть, понимать ситуацию, да, вот, вчера мужчина обратился, говорит, порча, давайте снимать, а я говорю, нет, на вас нету порчи, это психосоматика, я ему все описала, он говорит, да, да, это действительно так, а попался бы какой-нибудь бабе, там, непонятной, да, которая вот, ну, она бы его обманула, там она сразу бы без диагностики сказала, что порчи нету, там, давай сто тысяч, я тебе ее сниму, так что, вам повезло еще, что вы ко мне, многие попадают, все, я всем желаю добра, не болейте, всего хорошего, и ума вам, главное ума, до свидания. до свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...